Вторую волну коронавируса ожидают в Магадане. Глава региона Сергей Носов провел заседание оперативного штаба по недопущению распространения инфекции COVID-19 на территории области. Под данным Роспотребнадзора заболеваемость инфекции не снижается, держится на стабильном уровне. Исходя из показателей прошлой недели, в 46% случаев заболеваемость случается в местах работы. 14% случаев это контакт с больными в домашнем очаге. По словам руководителя Роспотребнадзора по Магаданской области Светланы Корсунской необходимо усилить контроль масочного режима, особенно на рабочих местах. В цели снижения заболеваемости коронавирусной инфекции считаем необходимо, во-первых, это ужесточить контроль за проведение визуру масочного режима, за запретом деятельности зрелищно-развлекательного среднего дня, за усиление дезинфекционного режима, первого дезинфекционного режима. Второе, нам необходимо проголосить конкурс с убедением масочного режима в трудовой коллективе. Весной при первой волне коронавируса, по словам главы региона, на территории Магаданской области были достигнуты положительные результаты по выздоровлению инфицированных COVID-19. Сейчас на фоне сезонных простуд возможен всплеск заражений коронавирусом. Чтобы не допустить негативных ситуаций, необходимо усилить не только работу всех причастных органов, но и в первую очередь выполнять необходимые меры противовирусной безопасности населением и побеспокоиться о своем здоровье, здоровье близких и родных. Понятно, что люди беспокоятся. Я хочу сразу сказать, это отдельный вопрос сегодняшнего штаба, но беспокойство должно выражаться в том числе в жестком соблюдении санитарного режима. А там три вещи, которые надо помнить. Маска, руки, обработка рук, в том числе и перчатки надо обрабатывать, если перчатка ходит, и соблюдение социальной дистанции. И тогда, тогда очень многих проблем удастся избежать или не допустить. По данным областного оперативного штаба инфекционной обстановки по COVID-19 на 13 сентября 2020 года на Колыме, за минувшие сутки выявлено 43 лабораторно подтвержденных случая заболеваний коронавирусной инфекцией. Всего за весь период COVID-19 заболело 5063 человека, 47 умерло. Выписано с выздоровлением 3784 человека. Продолжение следует...